Добрый день дорогие друзья! Сегодня я вам хотел рассказать про BlackBerry скажем так в российских реалиях аппарат подключен к BlackBerry Internet Service от МТС 350 рублей в месяц безлимитная почта то есть 10 почтовых ящиков и вложения до 5 мегабайт сюда вполне себе прилетают вот это почтовые ящики это Gmail, это Mi.com это общий ящик куда приходят ну вернее сваливаются сообщения из всех почтовых ящиков SMS плюс ICQ ну вот можете посмотреть допустим да вот ICQ сейчас подключен доступен, вполне себе нормально работает в фоне есть история переписок звуковые оповещения и вплоть до того что вот здесь в статусной строке появляется значок непринятого сообщения непрочитанного вот вместе с обязательным индикатором вернее счетчиком сообщением к данной почте вот к сожалению должен сказать что вычтемель почему-то не принимается но насколько я знаю для BlackBerry это нормально то есть выглядит выглядят письма вот так пришедшие допустим с YouTube фиг что поймешь пока доберешься ну вот собственно все сообщение вот оно это конечно не очень хорошо но с другой стороны не для HTML тут вполне все в порядке вот как выглядят комментарии в журнале без сомнения показал бы iPhone но там вы так знаете что все выглядит красиво здесь выглядит вот так сплошная мешанина ссылок каких-то и так далее можно вызвать список запущенных приложений перейти допустим к Opera тут Mail.ru загрузился как раз ну и вполне себе работать только к управлению вот привыкнутого немножко такой нестандартный стандартный браузер тоже работает Господи что я тут все смотрел заглавная страничка мы ободреваем можем отсюда быстро перейти к так это BlackBerry Today Messenger Gmail нам не нужно что я вам еще хотел показать хотел я вам еще показать ну собственно как выглядит меню само по себе меню выглядит вот так вот допустим здесь есть специальная папка где собраны интернет-пейджеры Windows Life вот так и куча всякого другого добра сюда у нас попадают все загруженные приложения плюс тут джим и что тут только нет для твиттер программы для почты джимейл отдельная софтинка и погода тоже тут есть загружается сейчас потихоньку джимейл мы не будем ждать мы не будем ждать дисплей напомню хороший вот настройки военные действительно то есть здесь собрано буквально все что только можно Wi-Fi по умолчанию блокируется как только вы подключаете БИС ну и пусть себе блокируется это не страшно можно посмотреть состояние уровень сигнала тра-та-та тема собраны картинки за счет того что экран хороший выглядит они тоже здорово можно установить прямо отсюда вот можно выбрать вид такой или вот такой папка загрузки собственно так вот теперь выглядит наш рабочий стол голосовое управление по умолчанию проверка батарея ну вот можно собственно поговорить с телефоном проверка 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 уровень сигнала уровень сигнала выше среднего можно жить набирать номера легко все что только можно делать легко вот есть дополнительные настройки легкие так сказать тут сервис МТС кстати находится настройки блютуз и прочее есть нюансы по использованию я думаю что надо будет однажды сделать такой легкий учебник ну вот допустим чтобы все сообщения сразу же пометить прочитанными нужно сделать вот так то есть навести верхнюю самую строчку и сделать вот так вот замечаются открытые тут же можем перейти в меком в другой почтовый ящик сделать то же самое аппарат аппарат постоянно спрашивает точно надо делать что-то прямо отсюда можно составить сообщение ммс мгновенное сообщение выбрать сигнал сообщения есть тут же и параметры можно отсюда переключить приложение давайте посмотрим что у нас тут ну вот только почему-то не хочет обновляться наша погода вот как-то так наверное надо показать вам еще меню фотографии то есть как это выглядит снимает аппарат быстро но фотографии с помощью оптического джойстика можно приближать уменьшать вот так снимает снимает в принципе неплохо ну вот кто-то написал Ваську вот мы допустим заходим сейчас в общий список да вот индикатор в общий список мы зашли к началу переходим взятки дают какие-то бла-бла-бла хорошо это наш модератор ему дают взятки чтобы кого-то разбанили вот так вот мы живем немножко еще наверное по поводу громкости динамиков то есть все что связано с мультимедиа тоже собрано в одной папке мы заходим сюда выбираем вот опять аська тут какой-то лизин поскольку в последнее время Blackberry упорно прикидывается аппаратом таким чуть ли не мультимедийным чуть ли не музыкальным динамики здесь громкие вот это здорово сразу же еще хочу сказать время уже подходит к концу вы можете видеть цветовой индикатор тоже важная часть любого Blackberry то есть вы должны в любой момент понимать что к вам что-то там пришло что-то произошло вот поэтому отключать его не стоит вот в отличие от других компаний в Blackberry об этом заботятся все пока то